Я не буду уже останавливаться детально на особенностях системы оплаты медицинской помощи по клинико-статистическим группам, потому что достаточно давно уже идет этот проект и предполагается, что с этого года существенная часть субъектов Российской Федерации уже использует данную модель. Мы сейчас находимся на третьем этапе процесса внедрения клинико-статистических групп единой федеральной модели на всей территории Российской Федерации. До 2012 года у нас были собственные модели в отдельных субъектах Российской Федерации, они существенно различались. Большая часть субъектов оплачивала другими методами стационарную медицинскую помощь. С 2012 года был начат проект, инициированный Федеральным фондом медицинского страхования по разработке единой федеральной модели КСГ. Он шел в два этапа, в 2012-2013 и в 2014-2015 годах. И вот с 2016 года тот проект завершен. В настоящее время происходит еще один раунд актуализации федеральной модели. Исполнителем уже является Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы в рамках научно-исследовательской работы. До этого исполнителем проекта являлась экспертная группа, организованная Всемирным банком и конструкцией развития. В результате таких движений, такого проекта, по 2015 году, по 2016 году у нас нет еще данных. По 2015 году те регионы Российской Федерации, которые должны выглядеть синим, более ярко синим, то, что покрашено этим цветом, это те субъекты, которые отчитались в Федеральный фонд, что они используют в той или иной степени федеральную модель КСГ. Еще есть субъекты, покрашенные другими цветами. Предполагается, что в 2017 году основа, федеральная модель должна быть взята за основу во всех субъектах Российской Федерации. На прошлой неделе мы обобщали результаты опроса, который был направлен на выявление предложений по совершенствованию КСГ в текущем году, уже как сотрудники Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы. Ответили нам 70% субъектов, и среди тех, кто ответил, 70% сказали, ну почти 71, сказали, что используют федеральную модель КСГ 2015 года, то есть актуальную федеральную модель. Мы понимаем, что жизнь, конечно, отличается от теоретических утверждений, от деклараций, но, тем не менее, это означает, что постепенно клиникостатистические группы внедряются. Для сравнения показывают 2013 год, то есть исходный пункт, когда мы только начинали этот переход. Вот эти вот синие цвета, тут их очень мало, а в остальном карта выглядела очень пестро. И, собственно, это и было основной предпосылкой. Этот вопрос задают до сих пор, зачем это было, надо все затевать. Это и было основной предпосылкой, почему федеральный фонд поставил задачу перехода на единую модель финансирования. Потому что вот все эти цвета, это разные методы оплаты, но они еще не означают, что они одинаково реализовывались на территории России. То есть, например, все субъекты, покрашенные красным, они оплачивали по законченному случаю, по профилю. То есть, например, онкологическая койка стоила одинаково, вне зависимости от того, что там делали. Но при этом в каждом субъекте еще были свои особенности. И проблема заключалась в том, что даже читая тарифные соглашения, федеральный фонд не всегда мог понять, каким образом финансируется медицинская помощь в субъекте. Это и было основной предпосылкой к тому, что стали говорить о единой модели. Такой моделью были выбраны клинико-статистические группы. Для этого, естественно, были причины, о которых можно говорить отдельно. В 2012-2013 годах три пилота, на базе которых разрабатывали и опробировали первую версию модели. Это были Кировская, Томская и Липецкая области. И четвертым неофициальным была самостоятельно присоединившаяся к ним Кемеровская область. В 2014-2015 году пилотов стало восемь, по одному в каждом федеральном округе. Это уже была Кемеровская область, официальный пилот, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский и Ставропольский края, Свердловская область, Республика Татарстан и Хабаровский край. Из этих субъектов два находятся по-прежнему в переходном периоде. Это Санкт-Петербург не перешел пока на федеральную модель КСГ, осуществляет, по нашим сведениям, бумажное моделирование, то есть отрабатывает эти подходы к переходу по данным территориального фонда. Московская область также находится в переходном периоде. Это два, наверное, самых сложных субъекта из перечисленных здесь, поэтому вполне оправданно, что процесс там занимает такое длительное время. Все остальные субъекты перешли, пилотные субъекты, на федеральную модель. Кроме того, существенная часть, которые были покрашены синим цветом, переходили самостоятельно в ходе проекта в федеральных округах. Два раза в год собирались совещания, где присутствовали территориальные фонды всех субъектов Российской Федерации. То есть это не было каким-то кулуарным проектом, это достаточно широко обсуждалось. КСГ федеральной модели, сейчас я буду показывать уже конкретно онкологические группы, и будет ясно, как это выглядит, те, кто не знают еще, как это выглядит. Клинико-статистические группы, которые сейчас присутствуют в федеральной модели, каждый из них имеет, естественно, номер и название. Для каждой клинико-статистической группы разработан либо перечень диагнозов в соответствии с кодами МКБ-10, либо перечень вмешательств медицинских услуг в соответствии с кодами номенклатуры медицинских услуг, утвержденный Минздравом России. На самом деле используются рабочие версии номенклатуры, которая еще пока не утверждена, последняя. Либо комбинация диагнозов и вмешательств. Для онкологии актуально именно такой вариант, то есть комбинация кодов С с конкретными медицинскими услугами. Ну и иногда еще используются дополнительные классификационные критерии возраст, пол и длительность госпитализации. Для каждой группы на федеральном уровне определяется не тариф в денежном выражении, то есть единого тарифа в денежном выражении на федеральном уровне нет. Определяется так называемый коэффициент относительной затратаемкости, который показывает, во сколько случаев, попавшие в каждую КСГ со своим номером и названием, отличается от средней стоимости стационарного случая по системе. На 2016 год средний норматив финансовых затрат на случай стационарного лечения программой госгарантии предусмотрен в размере 22-800. Из них примерно 90% приходится на специализированную медицинскую помощь, которая оплачивается по КСГ. То есть это где-то 20 тысяч. Средний норматив. И, соответственно, чтобы увидеть, сколько в среднем по России будет стоить та или иная онкологическая группа, надо будет умножить коэффициент относительной затратаемкости на 20 тысяч. Но это может отличаться от субъекта к субъекту. Онкологический уже пример. Группа лекарственной терапии приостом лейкозы взрослые. Перечислены диагнозы, коды МКБ-10, которые попадают в данную группу. Плюс должна быть закодирована услуга назначения лекарственных препаратов при онкологическом заболевании у взрослых. Ну и поскольку есть такая же группа для детей, то вот здесь должен быть закодирован, соответственно, взрослый возраст. Если все это закодировано в реестрах счетов, то случай будет отнесен к соответствующей группе. Коэффициент будет 4,27. 4,27 умножить на 20 примерно по России. Значит, там около 90 тысяч за законченный случай. Периодически спрашивают, что такое законченный случай. В рамках модели клинико-статистических групп законченный случай – это период между поступлением пациента в стационар и выбытием его из стационара. То есть это случай, когда выписали пациента. После этого он может быть представлен на оплату. Критерии, когда пациента выписывают, они оговариваются другими документами. КСГ не оговорены критерии, когда можно выписывать или следует выписывать пациента. За 4 года проекта, 5-й год, модель развивалась быстро. Многие субъекты считают, что слишком быстро. Мы от 187 групп в первой версии модели пришли к 308 группам для круглосуточного стационара и 118 группам для дневного. Для большой части субъектов это очень много, потому что у них было всего несколько десятков тарифов по профилю койки. Для субъектов, которые переходят от медико-экономических стандартов и имели десятки тысяч тарифов, это, конечно, упрощение систем. Но, тем не менее, такие вариации тоже принимаются во внимание. В области онкологии та же самая динамика. То есть если в первой версии вообще не было онкологических групп, не предлагалось федеральной модели, то сейчас в федеральной модели 32 онкологические группы для круглосуточного и 14 для дневного стационара. В целом это выглядит следующим образом. Часть групп хирургическая. На одном из следующих слайдов я очень быстро покажу, какие группы существуют. То есть это комбинация кодов класса С плюс различные виды операций, всего таких групп 20. Те операции, которые не попали в эти КСГ, профильные онкологические и хирургические КСГ, они оплачиваются, значит, одинаково, вне зависимости от того, какой основной диагноз у пациента. Группы по лекарственной терапии, 8 групп, это лейкозы острые у взрослых, которые уже были в качестве примера показаны, у детей, злокачественное образование лимфоидной кровотворной ткани у взрослых и детей, другие злокачественные, извините, перескочила, сейчас мы вернемся, другие злокачественные образования у детей, все, и лекарственная терапия, злокачественное образование у взрослых, уровень 1 и 2, уровень 1 дешевле, уровень 2 дороже, уровень 2 это рак молочной железы и рак кишечника. Кроме того, в этом году была выделена специализированная группа для таргетной терапии, называется она по-другому, сейчас она на одном из слайдов будет звучать, с довольно высоким коэффициентом затраты емкости. По лучевой терапии 3 группы по уровням затрат. Есть также 2 группы госпитализации с диагностической целью и госпитализация без диагностики специального противопухолевого лечения, она, конечно, самая дешевая. Дневной стационар в области лекарственной терапии, лучевой терапии выглядит абсолютно так же, как круглосуточный, но, естественно, коэффициенты затраты емкости там выше, потому что средняя стоимость лечения в дневном стационаре примерно в 2 раза ниже, чем в круглосуточном. Коэффициенты рассчитаны таким образом, чтобы лекарственное лечение и лучевая терапия в дневном стационаре стоили почти столько же, сколько в круглосуточном. Сделано это специально для того, чтобы стимулировать перевод этих видов лечения в дневной стационар. По хирургическому лечению предусмотрены 2 группы. Это операции онкологические, имеется в виду, это операции на коже при злокачественных новообразованиях, ну и есть также группа госпитализации без диагностики и специального противопухолевого лечения. Я очень быстро пробегу эти слайды, но они останутся у организаторов, поэтому при желании можно их увидеть. Это все хирургические группы. Самый высокий коэффициент затрата емкости – это операции на легких. Вот эта вот группа, да, с третьей снизу у нее, коэффициент 4,25. Группа называется «Операция», но это не означает, что оплачивается только операция. Естественно, оплачиваются все расходы, которые финансируются из системы медицинского страхования. Лекарственная и лучевая терапия в онкологии – самый высокий на сегодняшний день коэффициент для вот этой группы лекарственной терапии злокачественных новообразований с применением моноклональных антител ингибиторов протеинкиназа. Надо сказать, что если до недавнего времени участие субъектов, у которых были финансовые возможности, имелись собственные онкологические программы, в рамках которых покупались препараты, тем не менее, согласно законодательству, лечение в стационаре лекарственными препаратами должно производиться за счет средств ОМС. С этой точки зрения, наверное, выделение такой дорогостоящей группы, хотя, конечно, это требует перераспределения расходов внутри системы, но это постепенно должно привести к тому, что и за счет средств ОМС в стационарах можно оказывать эффективное лекарственное лечение. На уровне субъектов федерации теоретически нельзя менять федеральную модель, то есть желаемым результатом является воспроизведение федеральной модели в ее оригинальном виде, в том числе в тарифном соглашении, но субъекты могут использовать три вида поправочных коэффициентов, это коэффициент уровня стационара, управленческий коэффициент, коэффициент сложности лечения пациента. Коэффициент уровня стационара применяется к больницам в зависимости от уровня, как следует из названия. Онкологические диспансеры обычно относятся к третьему уровню, соответственно, могут претендовать на самый высокий коэффициент. Управленческий коэффициент применяется к группам, можно повысить, можно понизить федеральный относительный коэффициент затраты емкости, но только если одно повышается, то другое должно понижаться. Об этом субъекты должны помнить. И коэффициент сложности лечения применяется к отдельным случаям. Для онкологии, наверное, наиболее актуально то, что с этим коэффициентом, если субъект готов это делать, можно оплачивать применение двух и более видов противоопухолевого лечения в период одной госпитализации. То есть можно повысить достоимость за счет того, что одновременно проводится, например, лучевая и лекарственная, или последовательно. В рамках одной госпитализации проводится лучевая и лекарственная терапия, или операция и лучевая терапия. Кроме того, субъекты отдельно оговаривают правила оплаты коротких и длительных случаев и могут выделять подгруппы. Например, вот такая подгруппа, как лекарственная терапия при злокачественном образовании в других локализациях. Кроме лимфоидной и кровотворной ткани, одна из групп, которая предназначена исходно была для химиотерапии, наиболее продвинутые субъекты уже сейчас делят ее на подгруппы для того, чтобы платить не по усредненному нормативу, а в зависимости от реально проведенного лечения. Это было бы правильно, но, к сожалению, пока не все субъекты Российской Федерации готовы так детально учитывать виды лечения. Есть некоторые сложности, которые требуют системного решения. Система сама по себе изменения методов оплаты с этим не справится. Сложности объективные в существенной степени, где-то субъективные тоже. Объективные – это то, что большой разброс стоимости лекарственной терапии, это уже затрагивалось в течение предыдущего доклада, и экстремально высокая стоимость новых препаратов. Больше, наверное, ни в одном профиле медицинской помощи таких дорогостоящих препаратов нет. И поскольку любая система оплаты предразумевает перераспределение расходов внутри системы, это означает, что перевод в ОМС дорогостоящего лекарственного лечения предполагает, что эти деньги откуда-то надо взять. Они не появятся сами по себе, но, как понятно, их займут из других профилей, либо из других случаев внутри онкологического профиля. И это, в общем-то, должно быть некое согласованное решение специалистов. У нас финансирование лекарственной терапии производится сейчас из нескольких источников. Во многих субъектах Российской Федерации пациенты приходят в стационар на руках с препаратами, которые получены в рамках региональной льготы, либо программы ОНЛП. Фактически онкодиспансер или онкокабинет только оказывают услугу по введению, но ОМС не может это оплатить таким образом с точки зрения законодательства. Поэтому территориальные фонды, где это имеет такое широкое распространение, они идут на всякие ухищрения, например, сильно понижая коэффициенты затраты емкости, просто таким образом пытаясь компенсировать эти себе потери. Оптимальный вариант, который я показывала на предыдущем слайде, вот такой, выделить лекарственную терапию по схемам и оплачивать более персонифицированно, к сожалению, на все территории Российской Федерации пока не применим, потому что у нас нет персонифицированного учета в большей части стационаров. Я охотно верю, что в Петербурге он есть, но у нас есть еще большая территория, много субъектов, и, к сожалению, у большей части субъектов таких возможностей нет. У нас также есть проблемы, связанные с тем, что не всегда можно четко отделить ВМП от специализированной помощи, и рекомендации по дневному стационару страшно устарели, и, конечно, для того, чтобы реально переводить эффективные методы лечения в той же онкологии по дневному стационару, нужно обновлять нормативную базу. Ну и в заключении, что сейчас происходит и какие есть перспективы доработки этой модели. Был осуществлен сбор предложений в мае 2016 года. Обобщенные предложения должны быть представлены в федеральный фонд в октябре. То есть, в принципе, если у кого-то предложения есть, то еще можно их присылать и их будем анализировать и обобщать. Плохо, конечно, здесь видно, но вот то, что касается содержания КСГ, то есть набора кодов, классификации международной классификации болезней, набора операций, здесь по онкологии мало предложений, вот здесь вот ранжированные такие картиночки по профилям, вот по онкологии таких предложений немного. То есть, судя по всему, там за 4 года более-менее содержание в плане именно какие диагнозы и какие услуги оказываются, наверное, эти группы более-менее были сбалансированы. Какие предложения есть? Есть предложения по выделению новых КСГ для онкологии. Фотодинамическая терапия, которая до прошлого года не была включена в КСГ в связи с тем, что фотодинамическая терапия является одним из методов высокотехнологичной медицинской помощи, но из некоторых субъектов поступают предложения, что это не совсем так. Вот нужно с этим дальше разбираться. Есть предложения по выделению химиотерапии некоторых доброкачественных заболеваний. Вот уже второй год нам шлют по поводу пузырного заноса и также доброкачественного образования крови и отворных органов. Есть предложения узкоспециализированные, их также надо обсуждать со специалистами. Вот Калужская область прислала предложение сделать КСГ консервативное лечение лучевых повреждений. Честно признаваюсь, что она единственная, где такое лечение проводится, поэтому такой вопрос тоже надо обсуждать совместно со специалистами. Так они утверждают. Есть недоработанные предложения, которые, наверное, имеют под собой обоснование, но их также надо обсуждать. Второй год есть предложения по формированию КСГ для лечения осложнений полихимиотерапии, но, к сожалению, и в этом году это предложение не удалось сформировать с учетом тех критериев, которые есть в модели, поэтому его надо дорабатывать. Есть предложение выделить в отдельную группу с более высоким естественно коэффициентом затрата емкости расширенной комбинированной операции, но тоже пока не совсем полностью соблюдены принципы модели. Есть предложение разделить острый лейкоз у взрослых на две группы с более высоким коэффициентом, пока не очень ясно, насколько это обоснованно. Есть также предложение сделать КСГ для инвазивных методов диагностики, которые не могут быть выполнены на амбулаторном этапе. Пока не очень ясно, что мешает авторам предложения делать это сейчас, потому что есть такая группа для диагностики, надо разбираться. Наши предложения, конечно, пользуясь случаем, мы охотно бы как разработчики в данном году, я представляю Российскую Академию Народного Хозяйства и Госслужбы, мы бы, конечно, обратились к ассоциации, к главному специалисту с просьбой помочь эти предложения проанализировать, потому что сам процесс разработки, это тоже периодически спрашивают, кто это все сделал. То есть процесс разработки, вот то, что делается в рамках проекта, это рабочая модель и ее описание, потом это передается в Федеральный фонд медицинского страхования и окончательное решение принимается на рабочей группе Минздрава России и Федерального фонда, они уже подписывают те методические рекомендации, которые предлагаются для широкого внедрения. Здесь бывают разного рода решения, но тем не менее, конечно, хотелось бы, чтобы рабочая модель в этом году была передана в более-менее завершенном виде, тем более, что существует такая идея, что в дальнейшем на несколько лет федеральная модель будет заморожена для актуализации с целью, чтобы ее действительно могли внедрить все субъекты Российской Федерации. Самые слабые субъекты в плане оплаты они не успевают так быстро. Спасибо за внимание. Я дальше готова уже ответить на вопросы, если они есть. Мария Владимировна, если я правильно понял, вы исполните нировскую тему по федеральному фонду, заказанной по КСГ. Да, я вхожу. Мне хотелось бы узнать, когда вы эту нировскую тему начали исполнять. Вы же оценивали международный опыт. В каких странах на сегодня онкология финансируется по КСГ, когда дело касается государственных средств? Какие страны по онкологии финансируют по КСГ в системе обязательного медицинского страхования? Во всех странах есть обязательное медицинское страхование, есть бюджетное здравоохранение, есть социальное страхование. Нет, по КСГ оплачивается онкология. В каких странах? Почти во всех странах Европы онкология оплачивается по КСГ, потому что КСГ применяется почти во всех разных странах Европы. Изначально автором являлась Соединенные Штаты эта система, они продолжают Мы знаем, с 1948 года там работа определенная, динамика, да, динамика есть. Нет, большая часть экономически развитых стран Европы у себя используют КСГ. Есть несколько вариантов этой модели, все они включают онкологию. То есть, все страны Европы, значит, по вашему обзору, который вы представили фонд, финансируются по КСГ? Почти все. Почти все. Хорошо. Я убрала этот рисунок. Понятно. И второй вопрос. Каким методом вы считали коэффициенты относительно затраты емкости, которые послужили основой дифференциации цен по КСГ? Каким методом вы его считали? Метод экспертных оценок, прямые затраты вы считали? Массив выборки какой был? Как вы считали коэффициенты относительно затраты емкости? На одном из первых слайдов был приведен пример пилота, перечни. Все коэффициенты затраты емкости каждый год пересчитывались на основании сведений о фактических расходах пилот. То есть, фактические затраты по фонду обязательного медицинского страхования вы считали? Территориальных организаций мы считали, потому что По какому источнику финансирования? По их сметикам, по всем. По всем источникам финансирования? По всем источникам. И какая выборка осреднилась? По 10 стационаров в каждом первом субъекте, по 10 стационаров в 8 субъектах второго уровня. Для коэффициентов затраты емкости 2016 года общее число случаев госпитализации, я сейчас не могу сказать сколько по онкологии, но общее число случаев госпитализации просчитанных составляет около 3 миллионов. Значит, фактически затраты считались с учетом результирующего оборота? Кредиторка, дебиторка, минус? Да. Нормировались? Да, все учитывалось. А можно это посмотреть, как вы считали? Или это закрытая информация? Значит, тот проект, в рамках которого это считалось, разработчиком его являлся Всемирный банк реконструкции и развития, я тоже была членом этой экспертной группы, этот проект передан в федеральный фонд. Эту собственность в настоящий момент федерального фонда и Всемирного банка. Если вы обратитесь к ним, наверное, можно что-то посмотреть. Счетная палата, например, читала и свои, как это называется, свою оценку выдала на всеобщее рассмотрение. То есть, это можно прочитать. А в плане проекта я, к сожалению, не обладаю интеллектуальной собственностью. Ясно, Мария Леонидович. И последний вопрос уже к вам, как к профессору Высшей школы управления экономики, где там Хальфин, да? Вы как считаете, в условиях недофинансирования системы здравоохранения по линии обязательного медицинского страхования применительно к социально значимым видам медицинской помощи, какие способы оплаты все-таки наиболее оптимальны в нынешних условиях? Общая недофинансирование системы, размазанность тарифов, несбалансированность тарифов, эмпирический подсчет к расчету. Это не эмпирический. Ну, эмпирический, эмпирический. Выборка у вас 10 учреждений, это эмпирика. Нет, вы извините. Можно я уточню? Какие все-таки способы оплаты более применимы в наших условиях? Не нужно перевирать мои ответы. 10 субъектов... Я попросил бы более корректно высказываться. Я прошу прощения, но вы же тоже сказали, что у нас до 10 субъектов, 10 стационаров. 10 стационаров в каждом пилотном субъекте с общим количеством случаев госпитализации 3 миллиона. Это не 10 стационаров из страны. Я прошу прощения, но я уточняю. Что касается эмпирического метода расчета, таким способом рассчитывали абсолютно все страны. То есть это теоретическая база для методической, для формирования КСГ. Абсолютно все делали именно таким способом. Другого способа не было. И он уже показал свою состоятельность во всех тех странах, которые я упоминала. Что касается метода оплаты вариаций, опыт показывает, что так же, как и система ОМС или бюджетная, КСГ или другой метод оплаты, медико-экономический стандарт, которых на самом деле нигде нет в мире, это в общем не важно. Важно, чтобы была последовательность в реализации подхода. Ну и наконец последнее. На сегодняшний день, если мы говорим о средствах здравоохранения, ОМС, ОМС гораздо в меньшей степени дефицитна, чем средства бюджетов субъектов Российской Федерации. Если в начале социально значимые заболевания защищали от ОМС, потому что было непонятно, как это пойдет, то сейчас делают совершенно друг противоположные. Потому что уже ясно, что в результате одноканального финансирования основная часть денег идет через ОМС. И сейчас получается на практике, что те, кто финансируется через ОМС, в большей степени защищены, чем те, кто финансируется из бюджетов субъектов. У нас программа в части, которая покрывается бюджетами, средствами бюджетов субъектов, она страшно дефицитна в большей части территории Российской Федерации. ОМС выровнен норматив. Да, он недостаточен, но он выровнен в результате одноканального финансирования. С этой точки зрения мне лично уже, как специалисту, кажется, что этот подход был правильным. Позвольте еще два коротких вопроса. Первый. У федеральных учреждений есть какой-то дополнительный тариф или нет его? У федеральных учреждений есть отдельный коэффициент. То есть коэффициент, не тариф, извините, коэффициент дополнительный. Да, есть коэффициент повышающий. Хорошо. И второй вопрос. Для того, чтобы профессиональные ассоциации могли какие-то предложения привнести где-то на общем обозрении вот этот проект с разбитием по всем группам, он представлен, чтобы можно было, скажем, всем разослать ссылку? Или это какой-то документ, который я должен буду у вас попросить в каком-то виде? Я пришлю. Да, да. На открытом обсуждении его нет, потому что НИР федерального фонда не подразумевает. Да, вот такого открытого обсуждения. Но все главным специалистам рассылалось письмо с просьбой прислать свои предложения. Предложения, да. Мы посылались, и мы с вами общались на это, но сам документ, к которому присылать сообщение, он не присылался. Нет, документ, это федеральная модель была. Она существует в открытом доступе. Федеральная модель. Где какой коэффициент, под какой конкретный метод? Это все существует в открытом доступе. Есть это. Конечно, конечно. Скажите мне потом ссылку, ладно, пожалуйста, чтобы я мог всем это... Конечно. Спасибо. Это естественно. А как иначе с ней можно работать, да, если ее нет? Конечно. Мария Владимировна, мы с вами не первый раз встречаемся. Это не я сказал. Что тарифы, что медико-статистические группы, что КСГ, это распределение имеющихся средств. Таким образом, нужно понимать, что КСГ и то, что вы нам сегодня представляете, это подгонка оплаты случая под выделяемое финансирование. Будто территориальный фонд и так далее. Ну так и что? Как денег не было, так их и нет. Так, уважаемый Георгий Моисеевич, да, значит, надо разделить, как обычно, да, это вопрос, извините, да, он не оригинальный, понятно, всех нас беспокоит. Есть две разных задачи, да, одна задача, это деньги найти, да, собрать, да, это совершенно отдельная, важная задача, я думаю, все присутствующие в зале и президиум, и я, мы готовы подписать, да, любые документы, которые будут направлены на то, чтобы денег на здравоохранение отправляли больше, да, и это можно делать каждый год, да, или там каждый квартал, или даже каждый день, да, и мы даже знаем адрес, куда это надо писать, да, у нас есть документ, который называется программа государственной гарантии, это следствие того, что удалось собрать, да, запланировать на текущий год. С точки зрения управления и просто жизненной логики, ну вот если мы возьмем просто экономику, там, семейного, да, хозяйства, если мы знаем, что у меня доход 100 рублей, я могу запланировать расходы на тысячу, но также понятен результат, да, этого в ближайшем периоде. То же самое касается здравоохранения. С этой точки зрения, КСГ лучше, чем мысы, потому что КСГ как раз заставляют это сбалансировать, да, заставляют сбалансировать систему. И если мы говорим об управлении системой, это же верно, да, мы же не можем постоянно, да, административными решениями смещать средства то в одну сторону, то в другую. Вот результат работы проекта это то, что мы видим, что в каждом субъекте развивается какой-то свой кусочек, да, он сильно разный, по-разному соотносится оплата онкологии, кардиологии, неонатологии, и не потому, что там есть обоснование, а потому, что там так сложилось. Нет, это сложилось, они это делают за счет собственных средств? Или за счет федерального все-таки ФОМСа? Нет, у нас на сегодняшний день, да, около 70% всех средств, которые в целом здравоохранение, это средства ОМС. Я сейчас говорю про средства ОМС. Никто не запрещает субъекту федерации вкладывать в программу дополнительные средства, в том числе целевым образом, да, то есть субъект может вкладывать, в том числе на онкологию, если он хочет. Это разрешено, да, это может быть распределено в рамках той же самой системы. Но то, что собирается наверх и сверху, отправляется через ОМС, вот на это мы, наверное, можем повлиять как граждане, да, Российской Федерации, но другим способом, да, не меняя методы оплаты. Ну, вот вы не зря привели некоторые пилотные регионы, в том числе Санкт-Петербург. Я вам хочу... А вы не задавались вопросом, почему в Санкт-Петербурге КСГ не пошло, особенно в онкологию? Мы не можем сказать, что оно не пошло, потому что оно еще не начинало идти. Нет, мы пробовали. Параллельным образом. Я знаю. Я также знаю, как это производилось. Да, у меня также есть свой, конечно, да, субъективный ответ, почему это не пошло, и у этого есть несколько разных причин. Да, несколько разных. Ни одна из них не связана с моделью. Ни одна из них. Может быть. Дело в том, что я очень удивился, когда вот увидел эту синеву, которую вы показали на карте, и я думаю, что кто-нибудь выступит, вот, кто работает по КСГ. Потому что на примере Петербурга я вам могу сказать, что вот мы были на старой модели вот эти тарифы, так называемые, введенные. Так вот, если мы переходили на КСГ, так это от наших тарифов оставалось всего лишь 40%. Это, Георгий Моисеевич, это... Это первое. Вот, ну, я знаю, у вас есть ответ на это. Но до этих, но пока мы не разберемся, почему КСГ 40% от сегодняшних имеющихся у нас средств для оказания помощи. Вот это вопрос, с которым нужно разбираться. И еще один момент. Вот вы нам все это представили и сказали, как вы могли тогда допустить на 2015 год, в декабре, по-моему, 29 декабря вышло по ОМС, по гарантии, когда вы ввели... 28 ноября, когда вы включили в систему гарантий расходные материалы, которые в разы превышали... Я включила. Нет, как... Нет, подождите, вы же в группе там, как бы... Я не выгружаю. Как бы и все прочее. Нет. Нет, ну, тогда это вопрос Кобуховой, наверное, да. Нет, простите, пожалуйста. У нас совершенно конкретная задача это разработка модели КСГ, да, где я работала и работаю как внешний академический эксперт. Мало того, что наши решения, как обычно, я думаю, все присутствующие, многие являются экспертами в разных коллективах. Мы знаем, что наши предложения иногда трансформируются в нечто совершенно другое, потому что люди, которые принимают решения, они их трактуют по-своему. Но это к вопросу о расходных материалах. К этому уж точно наша экспертная группа не имеет никакого отношения. Вот. Что касается тарифов, позвольте еще, да, один короткий комментарий. Например, одна из причин, почему в Петербурге оказалось, да, такое соотношение, потому что Санкт-Петербургский территориальный фонд опробировал модель не без желания применять поправочные коэффициенты. Да, например. Да, вот. Ну, это уже частные детали. У этого были исторически сложившиеся причины. Наши рекомендации были от этого отказаться. Бумажное моделирование, то, что вот так называется, пошло без поправочных коэффициентов. Мы свои предложения давали, эти коэффициенты рассчитаны были для всех медицинских организаций, таким образом, чтобы вывести, да, вас на предыдущие ранее существовавшие тарифы. Потому что на этапе внедрения это все проходили, это просто вывозили. Наверное, наверное, да. Теперь то, что касается тарифов выше или ниже. Давайте говорить честно, многие, наверное, живут в Санкт-Петербурге, да, я вас с этим поздравляю, тех, кто здесь живет, потому что тарифы ОМС Санкт-Петербурга одни из самых высоких в Российской Федерации. Больше практически нет ни одного субъекта, даже Москва, из которой я родом, тариф ОМС существенно ниже. Поэтому если мы смотрим на ту часть, которая закрашена синим, в большей части субъектов эти тарифы для онкодиспансеров сильно выше, чем те, которые были изначально. Именно поэтому территориальные фонды занижают коэффициенты очень многие, потому что они говорят, мы не готовы столько платить онкологии, да, у нас никогда в жизни столько денег не было. И вот со всем этим постепенно надо разбираться. Да, это действительно так. Спасибо за вопрос. Мы надеемся, что вы успешно с этим справитесь. Это не факт, что мы, потому что дальше мы не знаем, кто будет этим заниматься. В настоящее время это не определено.